Девушки отдыхают Девушки отдыхают В рамках этого гайда мы рассмотрим оружие и каждую способность подробно, а для начала общие особенности Иона. Первое, что стоит знать и помнить, Ион единственный титан, который для всех своих способностей и второго режима стрельбы винтовки сплинтера использует общую энергию, которая индицируется в правой части экрана. Также Ион является самым простым титаном в освоении. Корпус Иона обладает здоровьем в 4 кубика, или примерно 10 тысяч единиц здоровья, по 2,5 тысячи единиц на кубик. Обреченный Ион обладает здоровьем примерно в 4 тысячи единиц. Рукопашный бой наносит 500 единиц урона за удар. Винтовка сплиттер стреляет энергетическими сгустками, обладает двумя режимами стрельбы и магазином на 40 патронов. Одиночное попадание в некритическую зону наносит урон 80 единиц. Одиночное попадание в критическую зону наносит урон 120 единиц. Второй режим стрельбы активируется при приближении. Он тратит общую энергию Иона. Выстрел производится сразу тремя сгустками, при этом не увеличивая расход боеприпасов. Одиночное попадание в некритическую зону наносит урон в 168 единиц. Одиночное попадание в критическую зону наносит урон в 252 единицы. Набор преломляющей линзы позволяет стрелять во втором режиме сразу пятью сгустками, без увеличения расхода боеприпасов и без увеличения расхода энергии. Одиночное попадание в некритическую зону наносит урон 220 единиц. Одиночное попадание в критическую зону наносит урон 330 единиц. Атакующая способность лазера – это высокоточное мощное оружие. Полного заряда энергии хватает на два выстрела. Удержание кнопки приводит к задержке выстрела. Во время задержки имеется возможность приближения. Задержка перегревает лазер и при перегреве происходит выстрел. Для отмены выстрела можно использовать удар рукой. Лазер имеет ограниченную дальность выстрела. Попадание лазера в некритическую зону наносит урон в 1400 единиц. Попадание лазера в критическую зону наносит урон 2100 единиц. Задержка лазера не увеличивает урон, он остается прежним – 1400 и 2100. Вихревой щит защищает от энергетических и баллистических снарядов. Баллистические снаряды задерживаются и могут быть выпущены обратно. Он также расходует энергию и по мере ее истощения он краснеет. Урон одной пули легиона составляет 140 единиц. Причем нет разницы, было ли попадание в критическую точку или нет. Таким образом, необязательно целиться титану в лицо. Максимальный урон вихревого щита составляет 4340 единиц. При уроне одной пули в 140 единиц, получается, что нужно 31 пуля легиона, чтобы достичь максимального урона от вихревого щита. Урон от одного дробовика легиона наносит урон в 2240 единиц. То есть для достижения максимального урона достаточно двух дробовиков. Набор усиления вихря увеличивает урон вихревого щита на 35%. Урон одной пули легиона составляет 189 единиц. А максимальный урон вихревого щита составляет 5859 единиц урона. Вихревой щит под воздействием ядра лазера быстро разряжается. Его можно использовать во время рывков, при уходе от ядра, для уменьшения урона. Вихревой щит никак не защищает от ядра огнемета. Ядро полета также быстро разряжает вихревой щит, но часть ракет он все же задерживает. Совместно с рывками можно измежать большого урона. От ядра меча вихревой щит не спасает никак. Ядро залпа также частично задерживается, и вихревой щит может использоваться для уменьшения урона. Более того, имеется интересная фича. Если с вихревым щитом встать вплотную к тонну использующему ядро, то большая часть ракет просто исчезает. Ядро смартгана также разряжает щит, но не настолько быстро, как другие ядра. Вихревой щит блокирует дуговую волну без потери энергии, однако в бою волна может пройти мимо щита, нанеся титану урон. Газовые баллоны с корча отскакивают от вихревого щита. Вихревой щит ловит ловушки Нордстара и присваивает их Иону. То есть теперь уже вражеские титаны могут в них попасть. Также вихревой щит присваивает себе кластерную ракету. Дополнительная способность растяжка выпускает три мины, связываемые друг с другом лазерной растяжкой. Растяжка расходует примерно четверть энергии и имеет собственную перезарядку. По истечению определенного времени мины взрываются автоматически. Взрыв мин не наносит урона Иону. Взрыв наносит урон в 1500 единиц вражеским титанам. Если вы находитесь рядом со своими минами, а вражеский титан их уничтожает, вы не получаете урона. Если вражеский титан уничтожает мины, находясь к ним близко, он также получит урон. Если мины брошены так, что не могут связаться друг с другом лазером, то они не сдетанируют при приближении титана. Однако они взорвутся автоматически по истечению времени и могут нанести урон. Набор 0 растяжка убирает расход энергии при установке мин. 100% попадание ядра лазера наносит урон примерно 13000 единиц. Танам в случае немного задело стоящего сзади скорча, поэтому можно считать, что при 100% попадании ядра можно довести до обречения тяжелого титана. Набор Большая пушка увеличивает продолжительность ядра лазера. 100% попадание ядра лазера наносит урон примерно 15300 единиц. При 100% попадании способны полностью уничтожить одного титана. При использовании ядра имеется возможность приближения. Набор Поглощения энергии ускоряет восстановление общей энергии при критических попаданиях винтовки сплиттер. Далее мы рассмотрим наборы из общей категории. Они одинаковые для всех титанов, поэтому рассмотрим их на примере Иона. Боевой чип повышает точность автотитана и позволяет ему пользоваться всеми своими умениями. Турбодвигатель дает титану дополнительный рывок. И если их было 2, станет 3. Если он был 1, станет 2. Если не было рывка, то он появится. Перегрузка ядра дает начальный заряд ядра в 30%. После использования ядра новое накапливается опять с 30%. Дополнительные контрмеры добавляют еще один электродым. Выпущенный сразу 2 электродыма наносит вдвое больше урона. В данном примере у Нордстара есть щит, полученный из батарейки. Как видно, пока есть щит, урон по такому титану не засчитывается. А шкала ядра не заполняется. Ядерная катапульта взрывает титана при катапультировании. Взрыв уничтожает все, что находится в его радиусе. Стелс автокатапульта маскирует и автоматически катапультирует пилота. Она спасает жизнь пилоту, даже если на него сверху упал титан. В заключении надо рассказать немного о тактике. Из-за того, что Ион использует общую энергию для всех способностей, надо правильно ее рассчитывать. Надо понимать, когда стоит использовать щит, а когда стрелять лазером. Эффективнее всего Ион противостоит легиону. А самым опасным противником является Ронин, из-за своей скорости. Нордстары опасны только на больших расстояниях. Из-за пинга поймать щитом летящую пулю Нордстара невозможно. Лично у меня пинг 60-80. Тон является равным противником, и тут все зависит от вашего скилла и от скилла Тона. А опытный скорчь опасен для всех, поэтому чаще смотрите за спиной. Особенно хочется показать, как правильно драться с легионом. Для этого дела я попросил Гардиана попытаться меня уничтожить всерьез. Это первый пример. Таких Ионов я часто встречаю в истреблении. Они не пользуются щитом и пытаются перестрелять легиона. Во втором примере игроки постоянно держат щит, и опытный легион просто не будет в него стрелять, а когда энергия кончается, спокойно разделывается с Ионом. А вот в третьем примере показано правильное использование щита. Нужно ловить момент, когда легион собирается стрелять, и выбрать щит, когда он не стреляет, продолжая вести огонь в первом режиме винтовки сплиттер. Под конец я расскажу, какие наборы беру я. Я неплохо стреляю, поэтому беру набор поглощения энергии, а также я беру турбодвигатель. Почему небольшая пушка и перегрузка? Потому что мне не нравится то, что когда используешь ядро, и он малоподвижен, и не имеет никакой защиты. Поэтому ядро для меня это приятное дополнение, а не главный козырь. Ну, а на этом всё. Огромное спасибо всем тем, кто помогал с тестами. Особенно Хаску, который заходил в игру каждые 5 минут, потому что я что-то забыл записать. На создание гайда ушло много сил. Одна бессонная ночь и куча нервов. Поэтому если хотите сказать отдельное спасибо, то ссылочка есть в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был Скай, нет предела совершенству. Всем пока! Давай, тебе 30 секунд. Капец, вот на дальних дистанциях вот этот расчёт, он желает лучшего. Так, последний. Давай 6 секунд. Давай! О, да! Попал. Наконец-то. Ха-ха-ха-ха.